Всем привет! Сейчас давайте проверим, что трансляция запустилась, что у нас тут всё хорошо, и что нету, например, каких-нибудь проблем со звуком. Ну, вроде всё супер. Всем привет! Меня зовут Дмитрий Алексеевич. Так, вчера разбирали первый день регионального этапа, сегодня уже прошёл второй, и сейчас я буду его разбирать. Максим Олегович сегодня не придёт, не выйдет погулять, ну, в общем, я надеюсь, что с планиметрией как-нибудь справлюсь. Вот, но его решение четвёртой из одиннадцатого класса расскажу. Ну, и с девятого-десятого там несложные задачи. Так, чё там было? Какое-то сообщение было, удалённое отправителем. Ну, ладно. В общем, важный момент. Ребят, кто в десятом-одиннадцатом классе завтра пишет ОМО, выключайте эту трансляцию, оно вам не надо. Идите спокойно, отдыхайте, напишите завтра Олимпиаду, потом посмотрите разбор. Какие-то прогнозы, ну, я примерно могу сказать, сложнее, не сложнее был вариант. Вот, я про это, наверное, буду говорить после того, как разберу все задания какого-то класса. Ну, уж тогда будет понятно, что за задачи вообще были. Вот, ну и так же, как и вчерашней трансляции, после разбора, через какое-то время, я выложу тайм-коды, и вы сможете по тайм-кодам посмотреть именно те задачи, которые вас интересуют в первую очередь. Да, всем-всем добрый день. Ничего страшного, Виталий, не расстраивайтесь. Сейчас все-все разберем. Начнем мы с задачи, ну, с одиннадцатого класса, но, конечно, какие-то задачи будут повторяться. Например, вот одиннадцать один, это то же самое, что девять один, а в десятом классе была другая задача. Ну, вот, вот так. Вот, на самом деле, в принципе, понимаю составителей десятого класса, я бы такое тоже вариант не поставил. Так, если что, задание в описании есть, по ссылочке, посмотрите, пожалуйста. И давайте начнем. Последовательность чисел А1. Я, когда вот увидел шестую задачу, прочитал, так, не особо вник в происходящее, и приключился на вторую, и сначала решил вторую задачу. Вот. Выглядит страшно, просто жуть. Значит, последовательность А1, А2, и так далее, А2022, такова, что АН минус АК больше либо равно, чем Н куб минус К в кубе. Точно так же, ребят, сегодня не только решения, но еще и то, как я их придумывал. Как бы, я не говорю, что обязательно нужно рассуждать именно так, но, с другой стороны, наверное, ребятам, кто в следующем году что-то пишет, или у кого еще ближайшие Олимпиады будут, полезно узнать, как мы рассуждаем, чтобы придумать то или иное решение. Вот. Вот есть такое условие. При этом, ну, для любых Н и К от 1 до 2022. При этом А1011 равно 0. Какие значения может принимать А2022? Как только видишь такое условие, ну, не знаю, как вы, а я испугался, ну, того, что здесь неравенство, да? То есть, как бы, ладно бы вам дали какую-то последовательность, которая задана рекуррентно, да? Что у вас есть какое-то условие, и вам нужно что-то посчитать. А тут у вас неравенство. То есть, типа, вроде же, нельзя тогда найти, чему она конкретно равна. Вот. Нового Олимпиадного курса. Если вы про... Ну, в принципе, ладно, и перечень, и в СОЖ примерно в одно время, в конце марта. Перечень чуть раньше, то есть, именно в конце марта, а в СОЖ стартует после Всероса. Да, Всерос в этом году до 23 апреля, да? Поэтому вот в конце апреля, в начале мая будет перезапуск. Вот. Может ли быть модуль разности отрицательным? В вещественных числах нет. Не может быть. Модуль, он всегда неотрицательный. В комплексных тоже. Ну вот. То есть, смотришь на это условие, да, я буду смотреть в чатик, но все-таки постараемся структурированно, да, как и вчера. То есть, начало решения, потом смотрю в чат, отвечаю на вопросы, которые в процессе возникли. Когда смотришь на такое условие, вот это неравенство пугает. Но в какой-то момент начинаешь думать, ну, не знаю, вот у меня так было, окей, а что вообще больше? А, Н или А, К? Да, то есть, у нас есть такое неравенство, но почему бы нам не попробовать поменять буквы местами. То есть, помимо такого неравенства, я для этих же букв могу написать, что А, К минус А, Н больше либо равно, чем К в кубе минус Н в кубе. Ну, давайте превратим это неравенство в это, ну, то есть, домножим левую часть на минус единицу и правую тоже, чтобы одно и то же выражение оценивать. И тогда справа тоже получится Н куб минус К куб, но прикол в том, что знак поменяется. И тогда смотрим внимательно. У нас есть два неравенства с разными знаками. Ну, в одном случае больше либо равно, в другом случае меньше либо равно. Ну, значит, на самом деле должно быть равенство. То есть, на самом деле мы получаем, что А, Н минус А, К просто равно Н куб минус К в кубе. Ну, это почти решает нашу задачу, потому что нам нужно найти А2022, а дано нам А1011, поэтому сейчас самое естественное записать условия для именно этих чисел. То есть, давайте подставим вместо Н2022 вместо К1011. Получаем, что А2022 минус А1011, это 0 по условию, равно Н куб, то есть 2022 в кубе, минус К в кубе, то есть 1011 в кубе. Все, такой ответ можно оставить, можно не досчитывать, за это баллы вам снижать не будут. Вот. Нет, не ждем, Арсений. Не ждем, вообще не ждем. Ну, такая задача, не знаю, такой обман трудящихся. Так, ну, вроде в чате вопросов не возникло, ну, задача не хитрая, хотя мне, если честно, вторая показалась проще, чем первая. Здесь, если вот не поменять местами буквы, вообще непонятно, что делать. Артур, давайте сначала с задачами познакомимся, разберем, потом будем что-то говорить, сравнивать сложность, да. Прогнозы делать всегда дело такое не очень благодарное, да, потому что, ну, как бы, я могу сказать много чего, а результаты ни в одном регионе пока еще я не знаю, да. То есть, зная результат, например, Москвы, можно после этого делать прогнозы. Вот. А сейчас, ну, я могу только сказать, как, на мой взгляд, сложнее или проще, там, чем регион прошлого года, позапрошлого и так далее. Можно и хорошо заботать теорию графов только практикой, да, скажем так, никак по-другому ее просто не заботать. Ну, то есть, не так много знать нужно в графах. Понятно, что в теории там довольно много всяких теоремок, но вот для, например, выступления на Всероссе достаточно остановиться на Лемми Холла. То есть, даже всякие там Менгеры, Кёниги уже, ну, не особо нужны, если это не какая-нибудь там четвертая задача. Вот. Поэтому почти в любой теме на Всероссе стараются давать задачи, которые не требуют слишком много теории, зато требуют умения, ну, просто решать задачи. Вот. Так, ладно, давайте тут же разберем вторую задачу. Так, я буду периодически смотреть, совпадает она с чем-то или не совпадает, потому что вдруг я где-нибудь это пропущу. Так, в десятом классе такой задачи нету, и в девятом классе такой задачи тоже нету, да, поэтому задача одиннадцать точка... А, ой, давайте писать это. Нумерацию второго дня. Это одиннадцать семь будет у нас. Значит, произведение цифр натурального числа n равно x. Давайте через p обозначать, не то чтобы это какое-то общепринятое обозначение, но я буду обозначать так. А произведение цифр числа n плюс 1 равно y. Может ли так случиться, что произведение цифр некоторого натурального числа m равно y минус 1? А произведение цифр числа m плюс 1 равно x минус 1? Может ли так случиться? Вот давайте, да, вот на вопросы, насколько тяжелый. Сначала разберем что-нибудь, потом поговорим про сложность. Вот. Ну, смотришь на эту задачу и начинаешь думать, окей, а как вообще произведение цифр соседних чисел, да, соотносится. То есть, что может произойти, когда мы рассматриваем соседнее число? Ну, вот понятно, что все зависит от того, был переход через разряд или не было. Понятно, что если был переход через разряд, да, то у этого числа нолик на конце. Ну, если подумать, может ли y равняться нулю, конечно, ни в коем случае нет, потому что тогда бы здесь произведение цифр было равно минус 1. Так не бывает. Поэтому здесь перехода через разряд не было. И, соответственно, что произошло? Да, давайте просто сразу скажем, что x, y не равны нулю, это будет важно. И, соответственно, при переходе от n к n плюс 1 не было переходов через разряд. То есть последняя цифра увеличилась, остальные остались без изменений. И нулей не было. Значит, y больше x. А теперь давайте смотреть сюда. Тут ситуация другая. Понятно, что если снова не было переходов через разряд, то у нас с вами какие-то проблемы. Значит, смотрите. Если не было перехода через разряд, то тогда и нет нулей в записи, да? То есть пусть нет нулей в записи, нет перехода через разряд, тогда снова произведение цифр числа большего, m плюс 1, должно быть больше, чем произведение цифр числа m. Но у нас уже на этот раз x минус 1 меньше, чем y минус 1. Значит, либо где-то есть нолик, либо произошел переход через разряд. Ну, понятно, что ноль и там, и там быть не может. В записи нуля и там, и там быть не может, потому что тогда бы произведение цифр было равно нулю, y был бы равен x, был бы равен единице. А у нас x строго меньше y. Поэтому, ну, что могло произойти? Ну, получается, что вот это вот произведение, в нем должен быть нолик. То есть вообще можно заметить, что y у нас из этого условия, что xy не равно нулю, x меньше, чем y, хотя бы двойка. Поэтому вот здесь произведение хотя бы единица, поэтому здесь нету нуля в записи. А вот здесь ноль точно должен быть. Потому что, еще раз, в противном случае мы бы снова получили, что произведение цифр большего числа будет больше. Ну вот, значит, мы получаем, что вот это произведение, оно содержит нолик, и значит, равно нулю. Отсюда мы делаем вывод, что x равен единице. x равен единице. Так, окей. Значит, x равен единице. Ну, тогда что у нас здесь получается? Идем сюда. x равен единице. Значит, наше число состоит только из единиц, чтобы у него произведение цифр было равно единице. Значит, число плюс один будет иметь вид один один и так далее, один два. То есть, в этом случае у будет равен двойке. Тогда здесь произведение цифр числа m равно единице. Ну и значит, число m состоит из одних единиц. Тогда у числа m плюс один не будет нуля в записи. Там не может стоять на конце девятка, чтобы произошел переход через разряд. Вот и все. Покажу, все покажу. 10, 10, 10. Нормальная задача, нелютейшая. До всего доберемся. Так, смотрю, есть ли какие-то вопросы по седьмой задаче. И, может быть, что-то еще заодно прокомментируем. Так, две правильно. Супер, я вас поздравляю. Здравствуйте, Салават. Так, там уже геометрию обсуждают ребята между собой. В общем, кажется, можно двигаться дальше, да? Можно было же разложить в виде 2 на 3 на 5 на 7. Из этого сделать вывод. Не очень понимаю, про что вы, что разложить, кого разложить. Пока не понимаю. Да, кажется, можно двигаться дальше, да? Это были не очень сложные задачи. Здравствуйте. И мы готовы перейти к третьей. Ну, в смысле, к восьмой. Она, кстати, еще в каком-то классе была. Сейчас все скажу. Так. Смотрим, что там. Значит, 11.8. Это задача про фишки. Который там по кругу. И можно менять отличающиеся не более чем на К. Значит, где она еще была? В 10 классе она была на номере 9. То же самое, что 10.9. А в 9 классе, наверное, этой задачи не было. Да, в 9 классе этой задачи не было. Вот. Значит, условия задачи. В вершинах правильного стоугольника. Правильный стоугольник проще всего нарисовать как окружность. Поставили 100 фишек, на которых написано номера 1, 2 и так далее. 100 именно в таком порядке по часовой стрелке. 1, 2, 3, 4 и так далее. 100. За ход разрешается обменять местами некоторые две фишки, стоящие в соседних вершинах, если номера этих фишек отличаются не более чем на К. При каком наименьшем К серией таких ходов можно добиться расположения, в котором каждая фишка сдвинута на одну позицию по часовой стрелке. По отношению к своему начальному положению. Короче, хочу все сдвинуть на одну позицию вправо. Умею менять две соседние местами, если они отличаются не более чем на К. Понятно, что если там К равно 100, и я могу поменять местами просто любые две фишки, то можно этого добиться, да? Но вот нас интересует наименьшее значение К. Так. Друг в 11.7 брал двоичные числа и что-то подобрал. Ну, поздравляю друга, но у нас все-таки десятичная система счисления, поэтому, если по умолчанию ничего не сказано, то записи все-таки десятичные. Вот. А давайте начнем, наверное, с таких рассуждений, да? Вот. Надо все сдвинуть на одну позицию вправо. Мы понимаем, что, например, К равно 100 подходит, да? Что если у вас любые две можно поменять местами, то все работает. Но давайте подумаем, как именно можно все поменять. Да? То есть какой есть вообще алгоритм взять и все фишки сдвинуть на одну позицию вправо. Ну вот, есть такой нехитрый алгоритм. Берем любую фишку. Я взял один, но на самом деле так сработает с любой фишкой. И просто начинаем ее менять соседними. А вот если бы у нас не было этих дополнительных ограничений, я мог бы вот так поменять, потом, соответственно, единичкой 99 поменять и так далее. То есть единичкой пройти весь круг, ну и остановиться вот на этой позиции. Понятно, что каждое число тогда сдвинулось бы на одну позицию вправо, ну а единичка, соответственно, дошла бы вот до этого места. Вот. Ну, давайте подумаем, нельзя ли для какого-то меньшего k, чем сотня, сделать такой же алгоритм. То есть в данном случае я единичку меняю со всеми числами, но мы же можем взять число, которое не такое маленькое и не очень большое, а где-то в серединке, да, какое-нибудь среднее число типа 50 взять, и точно так же начать его двигать против часовой стрелки, да. То есть поменять первым ходом 50 и 49, первый ход, потом 50 и 48, второй ход, и так далее. Вот на наше счастье, если бы, если у нас k такое, что 50 мы можем менять со всеми числами, а это получается k равно 50, то этот пример работает. Ну и возникает естественная гипотеза, ну, может, k равно 50, это и есть ответ, может, это и есть наименьшее число, да. Это мы и будем доказывать. Будем доказывать, что k равно 50, это ответ. Пример у нас есть. То есть берем число 50, ну или 51, с 51 тоже все работает, и просто сдвигаем против часовой стрелки, делаем так, 99 ходов, видимо, 50 оказывается на вот этой позиции, все числа сдвинулись на одну позицию по часовой стрелке. Все хорошо. Теперь давайте попробуем сделать оценку, поймем, почему k меньше 50 не работает. Формально нам даже вроде не сказали в условии, что k натуральное, да? Давайте я гляну сейчас еще раз условия. Да, нам даже не сказали, что k натуральное, то есть в теории могло быть, как-нибудь там, не знаю, 49,5, вот. Поэтому как бы формально не очень правильно, если вы скажете, что k меньше либо 49 не подходит, может, 49,5 подходит, вот. Ну, конечно, это бред, да? Понятно, что как бы реально нас интересует только натуральный k. Вот. Ну, будем доказывать вот это. Наверное, возможно, разные подходы. Мне кажется, естественно, такой подход. Давайте возьмем те числа, которые плохо меняются местами друг с дружкой. То есть вот если у нас k меньше 50, за какие числа можно зацепиться? Ну, наверное, хочется рассмотреть какие-нибудь числа типа 1, 100 и, скажем, вот то же самое число 50, да, которое не сможет тогда поменяться сотней. Да? То есть в этом примере все не работает уже из-за того, что мы 50 и 100 не можем поменять местами. Давайте попробуем за это зацепиться. И вот рассмотрим числа 100, 1 и 50. И подумаем, что с ними должно произойти. Обратите внимание, что 1 и 50, если они окажутся с соседями, они поменяться могут. С ними проблемы не возникает. Вот. Я сейчас буду думать про то, как... Как что сделать? Видимо, как сдвинуть число 1. Так, мне надо по часовой стрелке, да, все сдвинуть. Значит, я думаю над тем, как число 100 сдвинуть вправо. Я не могу только так делать, да. Вполне может быть, что число 100 оказалось в следующей по часовой стрелке позиции не за счет того, что оно сдвинулось вправо, да. Ну да, может быть, с несколько шагов влево, а потом в итоге все-таки вправо. Оно еще могло пройти просто вот-вот-вот все вот эти вот позиции, да. То есть оно могло сдвигаться против часовой стрелки и в итоге оказаться на этой позиции. Вот такой случай меня, ну, тоже устроит. И вот я сейчас буду доказывать, почему ни того, ни другого случиться не может. Да. Давайте подумаем, может ли сотня сдвинуться вправо вот на эту позицию. То есть что должно произойти для того, чтобы сотка сдвинулась вправо. Ну, получается, что здесь должно оказаться число, которое больше либо равно, чем 51. То есть для того, чтобы этот ход произошел, здесь должно оказаться число, которое хотя бы 51. Тогда возникает вот такой вопрос. Вот у меня была сотня и единица, да. Как между ними вклинулось число 51? Как здесь могло оказаться число 51? Причем обратите внимание, что оно должно было оказаться именно там, придя справа, да. То есть чтобы здесь оказалось 51, мы должны... Что сделать? У меня было здесь число 51. Оно должно было каким-то образом перепрыгнуть единичку. Ну, этого не может произойти, если k меньше 50. Понятно, да? Почему я не рассматриваю ситуацию, когда 51 пришло слева, да? Ну, потому что тогда... Оно должно было до этого поменяться с числом 100. Оказаться здесь... Ну, тогда... Окей. Так в теории может быть. Но тогда 100 не сдвинулось вправо за счет этого. Оно сначала сдвинулось влево, а потом вправо. Как бы сюда мы не попали. Так. Поэтому сдвинуть число 100 вправо мы не сможем. Мы не сможем сюда 51 привести с правой стороны. Только с левой, но тогда... Ну, хотя бы 51, да? Но тогда сначала мы перепрыгнули через 100, поменяли местами, а потом снова обратно их вернули. 100 за счет этой комбинации не сдвинулось вправо. Значит, мы доказали, что сотня просто вправо сдвинуться не может. Значит, единственный ее шанс попасть в эту позицию, это... Так или иначе, возможно иногда, ходя вправо, пройти весь круг. Да? Пэм-пэм-пэм-пэм-пэм-пэм-пэм-пэм. И вот она, соответственно, идет сюда. Давайте поймем, почему этого тоже не произойдет. Ну, смотрите. Сотня, она никак не может поменяться местами с единицей. Поэтому для того, чтобы сотня прошла этот круг, я должен единичку сдвинуть влево. Да, то есть пока единица не сдвинулась влево, пока она находится вот на этом, на этой дуге, я не могу с сотней перепрыгнуть единичку. Получается, что единица должна сдвинуться влево. Окей, давайте подумаем, как это произошло. Как единица могла сдвинуться влево? Понятно, что если какое-то число пришло в промежуток между сотней единицей справа, то есть мы сначала перепрыгнули им единицу, а потом меняем местами один и это число, то единица за счет этого влево не сдвинется. Да? То есть число, с которым поменялась единица, должно было прийти с той стороны. Но для того, чтобы единица с чем-то поменялась, это число должно быть не больше 50. Тогда оно не могло поменяться с сотней. Оно не могло оказаться вот на этой дуге, потому что это число не может поменяться с сотней. Ну, в общем-то, вот и все. То есть рассматривая конкретно числа 1, 50 и 100, ну, даже не то, что 50, да, скорее просто 1 и 100, мы понимаем, что с каким-то из них возникают проблемы. Да? Что вот если 100 сдвинулось вправо, то мы думаем, а как это так могло произойти, что оно с чем-то справа поменялось? Да, а если оно не сдвинулось вправо, значит, оно попало в эту позицию, сделав кучу шагов влево, тогда возникает вопрос, что произошло с единицей. Для того, чтобы сюда пришла сотня, единица должна сдвинуться влево, и оказывается, она тоже это сделать не может. Ну, значит, k меньше 50 нам не подходит. k отрицательным быть не может, разница, конечно, имеется в виду неотрицательная. Так, 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 там обсуждается 50, получилось 50, да, это все замечательно. Если я брал две группы чисел с 1 до 50, с 51 до 100, показывал топ, прогонял в первой группе 50 на место 1, показывал, не очень понимаю, что вы делали, ну, ну, возможно, я так понятно, что сходу по какому-то скетчу не могу оценить, работает это или не работает. Вот. Че-че-че, почему k это так же наименьшее количество ходов, не очень понимаю. Нет, погодите, Никита, там про количество ходов ничего не сказано. Нам сказано, при каком наименьшем k серии таких ходов можно добиться расположения, в котором каждая фишка сдвинута на одну позицию по часовой стрелке. Там ничего не сказано про то, что k это количество ходов. Ну, понятно, что, конечно, k имеется в виду неотрицательное, что мы считаем разницу, именно из большего вычитаем меньше. Вот. Дайте разберу задачи, Михаил, потом уже с прогнозом разберемся. И то, как бы прогноз это делал такое, ну, как бы я что-то скажу, но сильно на это обращать внимание не стоит. Да, я думаю, сейчас перейдем к геометрии. Есть ли квота, которая отправляется региона одного человека? Должна быть. Вроде как ее пока никто не отменял. Но это именно во всех классах. Да, то есть, если у вас, например, в девятом классе 50, ну, ладно, 50 много, 50, скорее всего, и так проходом будет, особенно в девятом классе. Там, блин, задачи-то какие были. А если у вас, скажем, 40 баллов в девятом классе, а у кого-то в десятом классе 44, и это максимум в регионе, но причем не проход, то тогда пройдет десятиклассник. Ну, у кого больше баллов. По-хорошему это должно работать так, но ничего обещать не буду. Мало ли вдруг где-то это работает по-другому. Но эта квота, кажется, пока что все еще есть. Ну и хорошо на самом деле. Да, потому что тогда получается действительно Всероссийская Олимпиада. Как пережить время до результатов? Ну, там это, не знаю, там ОМО напишите. Поботайте. Отвлекитесь немножко. Вот. Так. Геометрия. Нет рабочего настроения, но и делать ничего не могу. Не делать ничего не могу. Как вам тяжело живется-то, а? Да, слушайте. Кто ближе к своим проходным? Кажется, нет. Кажется, все-таки нет. Хотя это, возможно, было бы немножко даже справедливее. Не знаю. Вот. У меня такой проблем никогда не возникало. Поэтому про то, как это работает, если честно, точно сказать не могу. Итак, геометрия. Значит, Максим Олегович очень просил сказать, что это именно его решение. Так и есть. То есть я эту задачу порешать не успел до того, как Максим Олегович ее решил. Я в это время решал первые три и начинал решать неравенство. А может, уже успел решить. Не помню. Вот. Посмотрел я потом решение. Другое немножко я буду рассказывать. И сейчас давайте я возьму хорошую картинку, чтобы... Да. Возможно. Я еще раз говорю. Это я рассказываю решение Максима Олеговича. Поэтому, возможно, я что-нибудь забуду. Надеюсь, что все получится. Но если я не справлюсь, то мы попросим Максима Олеговича тогда записать ролик с разбором этой задачи. Так. Трапеция вписана в окружность. Меня, наверное, вполне устроит такая трапеция. Вот. Сразу скажу, что она равнобедренная. Но это, наверное, все понимают. Это 11,4. Она ни с чем не совпадала. В этом году вообще геометрия не пересекалась. Везде была своя уникальная геометрия. А, В, С, Д. Вписана в окружность Омега. Диагонали А, С и В, Д пересекаются в точке П. Счет немножко революбата. Сейчас. Нарисую получше. Ну так, чуть-чуть лучше будет. Вот это у меня точка П. Так, точка М, середина отрезка А, на самом деле, это самая дурная точка. Про то, как придумать такое решение, тоже порассуждаем немножко. Середина перпендикуляр к отрезку А, Д. Ну, давайте честно скажем, что в равнобедренной трапеции он, конечно, пройдет и через точку пересечения диагонали, и через середину другого основания. То есть это вообще вот такой вот диаметр нашей окружности. Пересекает окружность Омега в точках К и Л. У меня на картинке К сверху, Л снизу. Это неважно в данном случае. От этого дальше ничего не зависит. Точка Н, середина дуги ЦД, описанной окружности треугольника ПЦД. Давайте, наверное, эту окружность я нарисую другим цветом. ПЦД. Такая вот окружность. Значит, середина дуги, не содержащая точку П. То есть Н у нас где-то вот здесь. Потом мы поймем, что это за точка. Сначала дорисуем. Докажите, что точки К, Л, М, Н лежат на одной окружности. Ну, на самом деле, хотя бы условие выглядит нормально. Задача не очень простая. Но вот, например, если сравнивать с 9.5, то есть задачей прошлого дня в девятом классе, ну, мне эта задача показалась проще. Максим Олегович тоже. Вот, то есть, ну, как-то доказывать, что четыре точки лежат на одной окружности, чуть проще, чем доказывать, что центр описанной окружности лежит на какой-то левой прямой. Вот, поэтому чуть попроще. Ну, давайте так чуть-чуть порассуждаем. Вот нам дали четыре точки. Просят доказать, что они лежат на одной окружности. Вообще, ну, у нас есть разные способы доказать, что лежат на одной окружности. Самый популярный — это уголочки. Но в таком подходе возникает проблема вот с этой точкой М. Это середина отрезка А, Б, и не очень понятно, что делать с этой точкой. Потому что как-то через углы она определяется довольно плохо. Вроде как есть решение через симедиану, да? То есть через прямую симметричную медиану относительно бисектрисы. Вот, там у нас Андрей ее скидывал в группу, в комментарии. Да, так что кому интересно то решение, можете глянуть в основной группе Школкова под постом с этой трансляцией. Там есть вот комментарий. Я не успел перед стримом его посмотреть. Соответственно, не ручаюсь, что там верное решение. Но, скорее всего, там все нормально. Это будет сейчас решение без симедиана, без вообще какой-то страшной техники. Значит, идея такая. Ну вот, ладно, с M пока забудем про нее. Фиг бы с ней. Давайте поймем, что такое точка N. Ну, раз это середина дуги CD, то ее можно определить как бисектрису, да? То есть провели бисектрису этого уголочка и попали в точку N. Но на самом деле эта бисектриса, это оказывается очень классная прямая. Давайте мы так сделаем. Мы проведем прямую. Вот представьте себе, что у меня пока нет точки N, ничего нету. Я просто провел прямую, которая параллельна основаниям трапеции. Я напоминаю, что у меня трапеция равнобедренная. Ну, равнобокая, кто как говорит. Соответственно, вот такие уголочки равны. Вот эти углы равны как накрест лежащие. Вот эти как соответственные углы. То есть это и будет бисектриса. Ну, бисектриса всего одна, поэтому мы получаем, что бисектриса, она параллельна основаниям. Вот. И дальше... Сейчас я на комментарии переключусь. Мало ли вдруг какие-то вопросы будут. На самом деле, изичная задача решается в одну строку формулы пика. Очень хорошо. Очень хорошо. Вот дальше, ну, какое-то дополнительное построение, но на самом деле довольно естественное, да? Раз уж у нас есть такая классная прямая бисектриса, да, то почему бы не продлить ее в другую сторону? Ну, давайте продлим. Классная же прямая, да? Мы же много чего знаем про прямую, которая проходит через вот точку пересечения диагонали параллельно основаниям трапеции. И давайте немножко посчитаем уголочки. Буквально чуть-чуть. Вот этот угол равняется вот этому, очевидно, да? Из вписанности трапеции опираются на дугу BC. Ну, и давайте воспользуемся тем, что точка N лежит на описанной окружности PCD. Мы получаем, что также равняется вот этому уголочку. То есть, что нам дает равенство вот этих углов? Ну, что вот такие точки, AT, это у меня будет, точка T. AT, C, N лежат на одной окружности. Ой, N. Пишу по-русски. Ну, очевидно. Теперь давайте немножко попишем степень точки. Для счета очень в комплах минут за пять. Ну, может быть. Может быть. Я не пробовал в комплексных считать. Я думал, ну, те две минуты, которые я решал эту задачу, до того, как я решил Максим Олегович, я про версию скорее думал, наверное. Вот. Значит, ну, хотя да, наверное, в комплексных не очень сложно должно считаться, но неважно. Мы сейчас не про это. Нам оно не надо. Давайте как-то воспользуемся вписанностью AT, C, N, но не с точки зрения углов, а с точки зрения степени точки. Потому что что мы здесь хорошего замечаем? Смотрим на степень точки P. Степень P. Записываем, ну, относительно разных окружностей. Ну, понятно, известный факт, да, что если у нас есть точка P и окружность, то произведение вот этих отрезков равно произведению вот этих отрезков. Это называется степенью точки, но если точка внутри, то это берется со знаком минус, ну, доказывается в том числе с помощью подобия треугольников. То есть факт очевиден. Ну, за счет вписанности этого четырехугольника мы получаем, что PT на PN равно PA на PC. А, на всякий случай, ну, вы же понимаете, да, что точка T это тоже у нас основание бисектрисов. Вертикальный уголочек, все дела. В свою очередь, что такое PA на PC? Это PK на PL. Ну, из вписанности ABKCDL. PK на PL равно PA на PC. Ну, то есть что мы с вами получили? Мы с вами получили, что PT на PN равно PK на PL. То есть LNKT это вписанный четырехугольник. Мне нужно доказать, что KNLM лежат на одной окружности, а я доказал, что KNLT лежат на одной окружности. из вот этого равенства. Вот давайте куглешочек возьмем. Эта точка есть, а этой точки пока нет. То есть мы с вами знаем одну из точек пересечения этой окружности с отрезком AB. И нужно доказать, что вторая точка пересечения это и есть середина отрезка AB. То есть, в чем прикол? Я могу теперь забыть про точку N и рассматривать описанную окружность L, T, K. Доказывать, что она проходит через точку M в середину отрезка AB. Ну, уже более приятный факт, да? Сейчас увидим, что он вообще очевидный. Я перерисую картинку. Ну, почти очевидный, да? Вот трапеция. Взяли, значит, вот этот серединный перпендикуляр. Взяли точки K, L. Здесь A, B. CD мне не будут нужны. Провели. Провели. В одной точке пересеклись. И взяли вот здесь вот точку T. Я хочу доказать, что середина, вот эта точка K, L лежат на одной окружности. Все еще через углы неудобно, да? Все еще понятно, что точку M как-то хорошо привязать к углам мы не сможем. Но поэтому, видимо, эту вписанность тоже надо доказывать через степень точки. Ну, давайте сделаем естественное дополнительное построение. Пересечем A, B и K, L. Пусть это у меня будет точка Q. Что я хочу доказать? Для того, чтобы доказать вписанность, мне надо доказать, требуется доказать, что QK на QL равно QT на QM. Да? Что я знаю про QK и QL? Давайте в чуть более приятное произведение-то перекинем. Ну, степень точки относительно омега, получаем, что это то же самое, что QB на QA. То есть мне надо доказать вот это вот равенство. QB на QA равно QM на QT. Ну, как бы, понятно, что если все до этого было верно, то это уже очевидный факт, который считается буквально в две строчки, да? Потому что, ну как, вы знаете, что такое точка M, и вы на самом деле знаете, что такое точка T. Вы понимаете, что это у нас основание бисектрисы. Вы понимаете, в каком отношении она делит отрезок AB. Поэтому на прямой ABQ вы можете все эти отрезки записать. Все найти, все получится. Правильно? Потом гляну там какие-то комментарии, вопросы, если были. Давайте сейчас сначала, это расскажу. Ну, все, осталось посчитать. Давайте обозначим отрезки XY. Вот это X, вот это Y. QM, это тогда что такое? Ну, это середина отрезка, да, вот этого. Ну, в общем, понятно, что это X плюс Y пополам. Да? Ну, можно написать X плюс Y минус X пополам. Ну, это то же самое, что X плюс Y пополам. Чуть сложнее посчитать QT. Давайте считать QT. Считать я его буду так. Не как QB плюс BT, хотя так тоже можно посчитать, а, наверное, с помощью подобия. Ну, смотрите, вот у меня есть треугольничек QPT, который подобен треугольнику, вот этой точки у меня еще не было, пусть это будет точкой E. Треугольник QPT подобен треугольнику QEB. Да? Поэтому QT к QB относится так же, как основание. Ну, короче, вот эти стороны, TP к BE. Что такое TP? Ну, во-первых, это уже известный факт, на который точно можно ссылаться, да? Что мы знаем длину отрезка, проходящего через точку пересечения диагоналей в трапеции. Ну, давайте напомню, как это считать. В общем, вот если у вас есть трапеция, не обязательно, кстати, равнобедренная, ну, нарисую равнобедренную. И вот у вас есть основание A, основание B, и вы проводите вот этот отрезок, да? Чему он равен? Ну, вы понимаете, что этот отрезок можно найти за счет подобия треугольников. давайте букву введу, как здесь. А, Т, П, и А, Б, С. Чему будет равно это отношение? TP к Б, С. Это то же самое, что, ну, например, А, С, А, П, А, С. АП к АС. Как найти АП к АС? Ну, у меня треугольники B, П, С и А, П, Д подобны с коэффициентом А к Б, то есть вот этот отрезок П, С равен АК, отрезок АП равен БК. Тогда то же самое отношение АП к АС я могу записать как Б делить на А плюс Б. Ну, там будет формально БК делить на АК плюс БК, ну, К сокращается. БС у меня равен А, соответственно, отрезок ТП находится как АБ делить на А плюс Б. Ну, а факт, на который я предлагаю сослаться, это вот то, что вы знаете, что весь отрезок, если его продлить, да, он равен 2 АБ делить на А плюс Б, это среднее гармоническое, двух чисел А и Б. И это верно для любой трапеции, не только для равнобедренных. Ну, вот, то есть, что получается? Вот, давайте, значит, ТП к БЕ запишем. ТП к БЕ. Если от основания, вот это основание А, вот это основание Б, то, что мы получаем? ТП, это у меня отрезок, который равен АБ делить на А плюс Б, БЕ, это отрезок, который равен А пополам, потому что Е это середина основания. А пополам. Ашка сокращается, получается 2Б делить на А плюс Б. Ну, а что такое А и Б? Как относятся А к Б? У меня ведь А к Б это то же самое, что Х к Игрек, потому что через эту же точку Ку у меня проходит, естественно, и вторая боковая сторона, да, здесь же пересекается. Поэтому я знаю, что ну там А к Б равно Х к Игрек из подобия больших треугольников КУ, Б, С и КУ, А, Д. Ну, тогда вот это отношение можно там поделить на Б и переписать так. 2 делить на А на Б плюс 1, я просто поделил на Б, А на Б заменяем как Х на Игрек 2 делить на Х к Игрек плюс 1, вот, домножаем на Игрек, получаем 2 Игрек делить на Х плюс Игрек. Ну, а я напоминаю, что меня интересовал отрезок КУТ, КУБ при этом равен Х, ну, значит, из этой строчки следует, что КУТ равен Х умножить на вот это число, то есть 2Х Игрек делить на Х плюс Игрек. Ну, все кажется, да, потому что теперь я могу записать, что КУБ на КУА это Х Игрек, а КУТ на КУМ через Х Игрек выражаем, значит, КУМ это у меня Х плюс Игрек пополам, ну, а КУТ я только что посчитал, 2Х Игрек делить на Х плюс Игрек. Сокращается, сокращается, сошлось, Х, Игрек, Х, Игрек. Все, задача решена. Ну вот, как-то так. Понятно, что, ну, вот я объяснял, откуда все это берется, да, поэтому получилась большая строчка, да, в одну строчку, но в большую строчку. А так, если, в общем, вы как бы просто сошлетесь на известный факт, что вот этот отрезок равен АБ делить на А плюс Б, да, то решение супер-супер короткое получилось. Давайте как-то трегируем, ребят. Мне кажется, очень красиво. Я мельком глянул, что происходит в авторском решении, там что-то другое было. Вот, ну, по-моему, вообще красотища. вот это вот продление прям решает. Да не, ну не гробик уж, ну ладно-ка вам. Ну, 9-5, по-моему, вчера реально сложнее было, чем эта задача. То есть, еще раз, ну, блин, на курсе ЕГЭ Максим Олегович недавно рассказывал, что такое вот эта вот линия, да, проходящая через точку пересечения диагоналей параллельно основанию. Что она считается, как, ну, вся целиком, как 2АБ делить на А плюс Б. Недавно у нас выходил ролик, где ровно этот факт был. Из сложного, ну, такого типа неестественного может быть, это вот единственная мысль, продлить НП сюда, до точки пересечения с Т. Остальное это перебросить уголки, записать не очень сложную степень точки. Вот. Как догадаться, ну, еще раз, вот если вы продлили эту линию, а почему ее хочется продлить? Ну, например, потому что мы поняли, что она параллельна основанием трапеции. Да? Первое, с чего мы начали, доказали, что это бисектриса ПН на самом деле параллельна основанием трапеции. Ну, это так происходит именно из-за равнобедренности трапеции. И, соответственно, раз уж это такая хорошая линия, а все-таки, все-таки, вот с ней мы, ну, работаем иногда с линией, проходящей через точку пересечения диагонали параллельно основанием, то разумная мысль рассмотреть ее всю. Как только сюда ее довел, раз, два, три уголочек, вписанность и почти все. могут дать баллы, если почти довел решение через стерему Симпсона в конце район снег углов доказал с помощью цыганской магии, похожей на правду. Ну, оценивать будут реально то, что доказано, не то, что вы там напридумывали, да, но если ваше решение доводится и каким-то понятным методом, то могут дать баллы. На самом деле, ну, сейчас уже могу давать какие-то такие, некоторые лайфхаки по поводу того, как на апелляции вы можете поднять какие-то баллы, да, если вы где-то написали, например, неполное решение, то до показа работ попробуйте подумать, как его довести. То есть, если вы покажете, что ваш подход как-то не очень сложно в одну-две строчки доводится, то, конечно, скорее всего, вам тогда дадут частичные баллы. Но это реально должно быть несложно. Если это там практически то же самое, что решить исходную задачу, то, конечно, баллы вы за это вряд ли получите. Вот. Ну, с Альварой я в целом согласен, да, то есть, это как бы, ну, такое знание, которое довольно естественное, да, я просто решил передоказать, на всякий случай будет полезно, да, может кому-то. Вот, а так все тут вот довольно естественно. Как-то так. Все, погнали дальше, да? Вроде вопросов по решению я не вижу. По поводу как догадаться, ну, понятно, что задача олимпиадная и прям уж совсем изи это быть не должно, но и не грабина, вообще не грабина. Сейчас перейдем к пятой задаче в одиннадцатом классе. Сразу скажу, что я прям очень порадовался, когда ее решил. Потом я чуть-чуть расстроился, когда посмотрел авторские решения и понял, что там практически то же самое, что я придумал. Я-то думал, что я тут как бы самый умный, конечно же, да? Что-то я могу такое решение придумать, но нет, оказалось, к сожалению, что это не так. Вот. Но, тем не менее, ну, там, один момент у меня немножко другой. Вот. Правда, вот в этой задаче довольно тяжело объяснить, как это придумать. скажем так, я люблю решать неравенство, да? Не то, что прям моя любимая тема, но вот именно такое шаманство со всякими выражениями как-то преобразовать, как-то вот чисто без жести, без неравенства Йенсена, там, Караматы, еще чего-нибудь страшного, решить неравенство, это я люблю. Вот. Поэтому это была задача немножко как бы в моем вкусе. Вот. но тем не менее я примерно постараюсь объяснить, как я до этого дошел. 10-5 пока еще не разбиралась. Мы идем по порядку, вот сейчас последняя задача из 11-го класса, 10-ая, ни с чем она не пересекается. Вот. Но задача реально красивая, решение очень хорошее. Вот. Так, что там за условия было? Коши реверс техник, ну, не. Скорее подпор касательный в каком-то смысле. Значит, даны неотрицательные числа А, Б, Ц, Д, такие, что А плюс Б плюс С плюс Д равно 8. Докажите, что один раз напишу целиком, но только один. Сначала скажу, что в первую очередь я старался делать в этой задаче, но у меня дальше не получилось. Может, я как бы плохо старался, забил в какой-то момент на этот подход, может, он доводится. Плюс А и плюс Д куб делить на Д квадрат плюс А плюс Б. Надо доказать, что это хотя бы 4. Ну, вот первый самый, на мой вкус, естественный подход попробовать воспользоваться КБШ для дробей. Есть такое неравенство. Ну, для трех чисел давайте напишу. А1 квадрат делить на Б1 плюс А2 квадрат делить на Б2 плюс А3 квадрат делить на Б3 ну, их может быть больше. Ладно, для н напишу. Делить на БН. Бшки должны быть положительными, Ашки не обязательно. Больше либо равно, чем А1 плюс и так далее плюс АН в квадрате делить на Б1 плюс и так далее плюс БН. Вот это называется КБШ для дробей неравенства Каши Буниковского Шварца. Ну, кто-то еще там Сидорокеаном называет. Разные есть в общем названия. Ну, я к такому привык. Вот. И, конечно, когда видишь такое неравенство, ну, хочется таким воспользоваться, да? Правда, в числителях стоят кубы, а не квадраты, да? И, как бы, если написать в точности такое неравенство, то там получается А корней из А. Не совсем то, что хотелось бы, да? Поэтому, конечно, первый шаг у меня был домножить это на А, это на Б и так далее. И после этого применять КБШ для дробей. К сожалению, оно так у меня не сработало. Ну, может, я реально не очень сильно старался, да? То есть, сразу не получилось. Что-то я там пописал немножко выражений, и как-то мне дальше не понравилось. Вот. Поэтому я начал думать в другую сторону, и вот что, как бы, естественно сделать. Давайте буду пытаться объяснять, что это естественно, хотя на самом деле, конечно, такое. В общем, опыт должен быть довольно неплохой для того, чтобы так решать задачу. В общем, не первая, но вторая идея попытаться оценить эту дробь. То есть, для каждой дроби попробовать придумать какую-то оценку, ну, для этой дроби, видимо, через А, Б и С, линейную причем, да, чтобы в итоге все сложилось, получилось хотя бы 4. Ну, вот, оценить как-то типа, не знаю, там, А минус Б плюс С на 4, вот такое я пробовал, но, к сожалению, не работает. К сожалению, так вот не работает такая оценка. не работает. Поэтому я решил так сделать. Давайте смотреть не на вот эту дробь, а как бы прикинем, да, если мы ее делим на знаменатель, А куб на А квадрат делится отлично, а дальше нам чего-то не хватает, чтобы получилось целое число. Поэтому давайте вот мы для начала заметим, что если я к этой дроби прибавлю БА плюс СА делить, естественно, на А квадрат плюс Б плюс С, то получается А. Сложили, Ашку вынесли, в числителе во второй скобке будет А квадрат плюс Б плюс С, сократили, получилось А. Поэтому это очевидное равенство. Вот, и если мы напишем то же самое для остальных дробей, у нас в сумме получится А плюс Б плюс С плюс Д, то есть восьмерка. Значит, ну ладно, я для двух допишу, да, чтобы было проще воспринимать. То есть для следующей мы добавляем получается БС плюс БД также делить на Б квадрат плюс С плюс Д. Говорим, что это уже равно Б. Если мы так все сложим, то получится восьмерка. Значит, я могу доказывать не то, что сумма вот этих дробей хотя бы 4, а я могу доказывать, что сумма того, что мы добавили меньше либо равна 4. То есть смотрите, сумма этого и этого 8, потому что то же самое, что А плюс Б плюс С плюс Д. Меня просят доказать, что левая хотя бы 4, но это то же самое, что доказать, что правая меньше либо равно 4. То есть хочу доказать, А? Хочу. БА плюс СА делить на А квадрат плюс Б плюс С, БС плюс БД делить на Б квадрат плюс С плюс Д. Ладно, запишу еще один раз целиком. что там у нас будет в следующей тропе. С Д плюс СА делить на С квадрат плюс Д плюс А плюс Д А плюс ДБ делить на Д квадрат плюс А плюс Б меньше равно 4. Если я это докажу, то задача решена. Вот. Ну, опять же, да, попробуем оценить отдельно одну дробь. Вообще, ну, с этой будем только работать, с остальными то же самое будет. это А на Б плюс С делить на А квадрат плюс Б плюс С. Вот. Ну, то есть, в некотором смысле это вообще дробь с двумя неизвестными, потому что Б плюс С можно воспринимать как одну переменную. Давайте мы даже на время введем переобозначение, обозначим это через Х. Тогда у меня есть АХ делить на А квадрат плюс Х. Ну, вот смотрите, если бы в знаменателе был Х квадрат, то было бы кайф, да, потому что АХ делить на сумму квадратов А квадрат плюс Х квадрат, ну, вот мы знаем, что это меньше либо равно, чем 1 вторая. Мы знаем, что сумма квадратов больше либо равна, чем удвоенное попарное произведение. А у нас не квадрат. Ну, и не можем мы просто так взять, поставить здесь квадрат. Зато мы можем здесь поставить корень, да, то есть мы можем отдельно оценить корень из Х, ну, представьте себе, вот так вот. И тогда вот тут эта оценка работает. Ну, соответственно, я утверждаю, что это, ну, получается, меньше либо равно, чем корень из Х пополам. Еще разок, почему это правда? Докажем на вот этом клочке бумаги. Значит, почему? На корень из Х можно сократить, остается 2А корней из Х меньше либо равно, чем А квадрат плюс Х. Да, это очевидно, потому что Х не отрицательное число. Здесь написано, что, ну, по сути, вот что здесь написано. Да? Вот. Ну, а дальше понятно, что мы можем заменить каждую дробь на вот такое чудо. Напоминаю, что Х это В плюс С. Вот. И, соответственно, я свел к тому, что надо доказать, что корень из В плюс С. Ну, смотрите, там вообще будет везде пополам, да? Но я на эту двойку домножу, с вашего позволения. Вот. Вот надо доказать, что это меньше или равно восьмерки. Вот. Там дальше в авторском решении чуть по-другому, поэтому хотя бы здесь я выпендриваюсь. Я восьмерку по-другому распишу. Я скажу, что восьмерка то же самое, что А плюс Б плюс С плюс Д пополам плюс четверка. И смотрите, как тогда можно оценить. Опять же, по отдельности каждое слагаемое. Что такое корень из В плюс С? Давайте оценивать так. Ну, я могу отсюда взять В плюс С, но правда мне же Вшка и Сшка еще нужны будут для оценки вот этих, да? Поэтому я возьму не В плюс С пополам, а В плюс С на 4. И единичку я возьму. Почему это очевидно? Ну, а потому что если мы вернем наше обозначение, да? Ну, нет, ладно, не совсем вернем. Давайте корень из В плюс С на этот раз обозначим буквой Т, то здесь написано следующее. Т меньше либо равно, чем Т квадрат на 4 плюс 1. То есть 4Т меньше либо равно, чем Т квадрат плюс 4. Ну да, это правда, потому что вот так. Вот. Тоже неравенство средних для двух чисел. Ну все, задача решена, потому что мы доказали вот это неравенство, понятно, для каждого слагаемого записываем такую оценку. Значит, мы доказали, что это выражение меньше либо равно 4, но значит, исходное было больше либо равно 4. вот. Ну что, как вам такое решение? Ну, на самом деле, да, вот некоторые такое знание, что ну, на регионе, да, не могут дать задачу, которая решается только Йенсеном, да, только какой-то жестью. Поэтому вот я пытался сначала так оценить, да, исходную дробь, что-то с ней сделать, но в какой-то момент, ну, вот полезная мысль оказалась добавочку оценивать. Она реально лучше выглядит. Удивительно, но она реально выглядит лучше. Вот, она у нас распадается, да, на вот это вот произведение, которое так вот можно красиво оценить. Вот. Ненавижу, ненавижу, ну, что же так, такие задачи надо любить, реально красиво, мне кажется. Вот. Не, я очень радовался сегодня с утра, когда решил эту задачу, ну, где-то минут двадцать я с ней провозился. Вот, это мы, соответственно, доразобрали целиком одиннадцатый класс, ну, почти за часик, почти за часик, почти успели. Я избавился сразу от кубов, повезло, не, круто, если что-то такое придумалось, это супер, ну, вообще, нифига не халява. Вот. Сиферс из Иннэн Квалитес, это хорошая книжка, ну, как бы, блин, скажем так, идея оценить по отдельности слагаемые, да, особенно, когда они выглядят как дробь, это не какой-то метод, который есть только в одной книжке. Вот, это, в общем, метод довольно все-таки популярный. Не-не-не, Александр, погодите, сначала десятый, но у вас там кое-что совпадет с десятом, так что... Да, значит, Ренат, давайте, давайте что-то скажу насчет одиннадцатого класса в целом. Ну, адекватный он очень получился. даже вот если посмотреть на пятые задачи, да, ну, че, такой упор немножко на алгебру, да, по сути, и вчера же 11.5 была больше задачей по алгебре, и сегодня неравенство. Да, они абсолютно разные, но обе алгебры. Вот, ну, мне кажется, что в среднем, вот как обычно, проходной в районе 52 бывает, мне кажется, что так примерно и будет. Ну, то есть, скажем так, решая по 4 задачи каждый день, то есть, набирая 56, пройти точно можно, но кажется, что 4 плюс 3 не должно хватать, все-таки, ну, хотя бы одну из двух последних задач скорее надо было решать. вот, я бы вот на примерно 52 ставил, но пока про это, в общем, не видя результатов никаких регионов, это такой не очень точный прогноз, что условие корректно, какой задачи вот этой, которую я только что разобрал, наверное, да, если я ее только что решил, как она может быть некорректна. Так, все, да, вроде вопросов больше нет, погнали дальше, погнали дальше к 10 классу. Значит, в 10 классе мы получается 9 задачу разобрали про вот эти фишки, остальное пока еще не разбирали. Начнем по порядку с 10.6. Эта задача с 9 классом не пересекалась, 7 тоже уникальная, а вот 8 задача она общая. 10.6. На доске написано три последовательных нечетных числа. Ну, пусть так. может ли сумма остатков отделения этих трех чисел на 2022 равняться некоторому простому числу? Ну, ладно, давайте решим эту гениальную задачу. Мне понравилось. Реально, вот, то, что хочется видеть на первом месте, то, что должны решать практически все. Что могло произойти? Мы рассматриваем остатки при делении на 2022, да, то есть 0, 1, 2, 3 и так далее 2021. Ну, обратите внимание, что нечетные числа, если что, дают нечетные остатки при делении 2022. Ну, так, во всякий случай. И понятно, что, по сути, есть два разных случая. Либо вот у нас произошел этот переход через нолик, да, перескочили, либо не перескочили. То есть тогда, если мы не перескочили, у нас тоже получаются три последовательных нечетных числа. Ну, там, 2k-1, 2k-1 и 2k-3. Но понятно, что сумма трех последовательных нечетных чисел делится на 3. Их сумма равна 6k-3, это делится на тройку и при этом больше трех, ну, потому что k больше либо равно единице. Значит, в этом случае простое число мы получить не могли никак. Ну, значит, переход через 2021 в нолик все-таки был. Тогда смотрим, где могли начинаться наши числа. Если они начинаются с 2017, 2017, 2019, 2021, то перехода не происходит. То есть первый случай это когда начинается с числа 2019, дальше идет 2021, и дальше идет число 1. Второй случай, когда у нас идет 2021, 1 и 3. Ну, давайте посчитаем в каждом из этих случаев, что у нас получается. В этом случае получается 2025 это 45 в квадрате ни разу не простое число. А здесь у нас получается 4040 плюс 1, 4041, ну, в общем, это, например, тоже делится на тройку. Вот. Поэтому, если был переход через разряд, то тоже простому числу сумма равняться не могла. Ну, на самом деле, конечно, все еще остается делимость на тройку, да, потому что реально 2022 делится на 3, поэтому в каком-то смысле неважно, мы написали 2023 или перешли к единице. Они дают одинаковые остатки при делении на 3, да, поэтому можно было и на это сослаться. Ну, наверное, можно и просто два случая перебрать. Это не так сложно. Ой-ой-ой, не-не, ну, как бы, это явно не та задача, где стоит начинать с примера, да, вот Альвара пишет, что пытался пример 20 минут придумать. Даже если в этой задаче в итоге окажется пример, да, все равно я бы начинал, конечно, рассуждать, думать, как нельзя, почему, ну, пытаться доказать, что так не бывает, потому что если в контрпримере существует, то обычно это, ну, не совсем с потолка взятый контрпример, поэтому какие-то рассуждения все равно будут полезны. Вот. На 10.6, 10.7 минут 20 потребовалось, но они действительно не очень сложные, да. 10.7 это не самая сложная геометрия, которую мы сейчас и разберем. Так. довольно красивая. Хотя, конечно, очень простая. 10.7. Я сначала условия неправильно прочитал, то есть я почему-то прочитал, что угол B равен двум углам А, и у меня что-то не сразу получалось, потом перечитал. Правильное чтение условий, это реально полезно. дан вписанный четырехугольник А, Б, С, Д, в котором угол А равен двум углам Б. Вот тут у меня будет угол Б, а тут у меня будет большой угол А. А, Б, С, Д. Значит, угол А равен двум углам Б, Д, то есть если это Б, то это 2Б. Бисектриса угла Т пересекает сторону А, Б в точке Е. Докажите, что АД плюс АЕ равняется БЕ. Равняется БЕ. Ну, как бы постоянно это говорю. Когда в те редкие моменты, когда я все-таки веду геометрию, я говорю, что ну вот, блин, мы же в геометрии почти никогда не доказываем, что сумма двух отрезков равна третьему. Это не очень геометрично. Мы обычно доказываем, что два отрезка равны. Поэтому доказывать, что сумма двух отрезков равна третьему, обычно нужно с помощью доп. построения. Когда либо вы отрезаете от этого отрезка один из этих, доказываете, что остатки равны, либо когда вы строите отрезок, который равен сумме, и в итоге доказываете равенство двух отрезков. это все немножко намекает на дополнительные построения. Кажется, что дальше вот, что естественное мы можем сделать, это, ну, попытаться что-нибудь здесь достроить, да? ЕА продлить, АД продлить, в общем, так или иначе построить отрезок, который равен сумме ЕА плюс АД. Ну, на БЕ что-то равное ЕА или АД строить не очень хочется, что-то как-то, ну, какой-то красивой точки здесь не видно. Поэтому давайте попробуем так сделать. Вот, отметить равный. Что можно заметить? Вот этот угол 180 минус 2 БЕ да? Пусть это точка К. Треугольники АДК получается, что он равнобедренный, значит, вот эти два угла по БЕ. Но, давайте пользоваться вписанностью, если этот БЭТА, то этот 180 минус БЭТА, значит, СДК это одна прямая. То есть, на самом деле, мы могли просто СД и БА продлить до точки пересечения, у нас бы получилась вот эта точка К. Вот. То есть, надо теперь доказать, что ЕК равняется БЕ. Обратите внимание, что это у нас была бисектриса по условию. А это равнобедренный треугольник, два угла по БЭТА. Все, задача решена, потому что мы в равнобедренном треугольнике провели бисектрису, значит, БЕ равно ЕК, а ЕК в свою очередь равно ЕА плюс АК, а это то же самое, что АД. Ну вот такая гениальная задача была. Ну, прям халява, не знаю. Прям супер халява. Мне кажется, даже в девятом задача посложнее задача была, но правда она была и на третьем месте. Так, двигаемся дальше, да ведь? Давайте как-то отреагируем быстренько, да, чтобы я быстрее перешел к чему-то нормальному, это все-таки совсем уж просто. Но вдруг кто-то где-то что-то не уследил. Тогда еще разочек повторю. Легчайшее. Ну да. Отлично. не, не, Иван, не надо так думать, не надо. 10-8. Ну да, Рустам согласен. Реально очень простая задача. На плоскости отмечены n точек, любые три из них образуют треугольник, величины углов которого в градусах выражаются натуральными числами. Ну, в частности, это означает, что никакие три точки не лежат на одной прямой. Да, давайте про это тоже скажем. При каком наибольшем n это возможно? Ну, не знаю, я люблю комбинаторную геометрию, поэтому для меня было довольно просто. Вот, окей, с чего можно начать решать эту задачу? Давайте прикинем. Вот, если у меня есть точка, да, я могу из нее посмотреть на все остальные. То есть, провести лучи ко всем остальным точкам. Ну, и как бы у меня должно получиться, что все эти углы натуральные, потому что, конечно, я могу образовать треугольник с каждой парой соседних точек. Наверное, это сразу дает нам оценку, что точек не больше, чем 361, да? Ну, типа, точка, а дальше остальные нужно откладывать через натуральное количество градусов. Вот. Ну, и, соответственно, понятно, что если точек остальных больше, чем 360, хотя бы 361, то просто по принципу Дерихле какой-то уголочек между соседними будет меньше, чем 1 градус. окей. Нельзя ли эти рассуждения немножко улучшить? Я же произвольную точку взял, да? А я мог взять особенную точку. Ну, и давайте, например, возьмем самую верхнюю точку. Прикол в чем? Тогда из нее никакие лучи не идут наверх. То есть, если я рассматриваю самую верхнюю точку, то из нее все лучи идут либо параллельно этой горизонтальной прямой, либо вниз. Могли быть точки, конечно, на одной высоте, две точки, да? Три не могли. Вот. Ну, давайте докажем тогда, что остальных точек помимо этой точки А не больше, чем 179. Допустим, что оставшихся точек хотя бы 180. Давайте заметим, что на самом деле ну вот посмотрим на крайние лучи, да? На крайние. То есть, вот у меня есть точка А, вот у меня какой-то луч в теории может идти параллельно, другой точно не может. давайте заметим, что угол ВАЦ не может равняться 179 градусам, потому что тогда в этом треугольнике оставшийся угол, оставшиеся два угла в сумме дают один градус, и один из них был бы не натуральный, ну, оба на самом деле были бы ненатуральными. То есть, что у меня получилось за картинка? Вот у меня есть угол А, ВАЦ, все остальные точки находятся строго внутри этого угла. Если бы точек оставшихся, ну, вот, минус А, минус В, минус С, да, было хотя бы 178, то у нас бы образовалось хотя бы 179 углов между соседними лучами, срабатывает такой эффект плюс-минус один, да, потому что когда я провожу один луч, добавляется еще один новый угол. Изначально у меня был один угол ВАЦ, если точек хотя бы 178, то углов между соседними лучами хотя бы 179. Ну, а угол А, ВАЦ, как я уже понял, меньше или равен 178. Ну и снова, да, работает принцип Дерекле, что тогда какой-то угол был бы меньше 1 градуса. И мы получаем противоречие. Ну, значит, не может оставшихся точек быть хотя бы 178, оставшихся точек не больше чем 177. Тогда всего точек, включая точки В, А, и С, максимум 180. Оценка есть на 180. Ну, а пример в данной задаче очевиден. Ну, просто давайте возьмем точки на расстоянии двух градусов. Так что, в общем, вот эти дуги были равны по два градуса. Ну, и понятно, что тогда любой угол, он будет опираться на дугу, длина которой равна 2к градусов, длина дуги, значит, угол будет равняться к градусам. Поэтому этот пример, конечно же, работает. Да, 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 эта задача у нас была и в девятом классе, поэтому давайте я напишу, что ее номер, это заодно, что там было, в девятом это была девятая задача. Спасибо. Забыл про это сказать. Ну, вот. Да, да, была, можете, ну, вот, в описании листочек есть, поэтому можно посмотреть. Ответ 180, да, 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 за пример я могу сейчас сказать, сколько баллов вам бы дали, сейчас я только найду этот критерий. Ох, это заодно 9.9, да, значит, что там, что там, так, комментарий, пример, n равно 180 точек, удовлетворяющих условия задачи, с обоснованием того, что он удовлетворяет условия. То есть, с обоснованием это стоит 2 балла. Если не обоснован, то 1 балл. Понятно, что такое обоснование, да, обоснование это то, что угол каждый действительно равен натуральному количеству градусов. То есть, вот это я сейчас не просто так делал, а чтобы не потерять вот этот 1 балл. Да, 2 балла, но за пример с обоснованием все-таки. Так, ну, последняя задача, осталась? Потому что 10.9 мы уже разобрали. Это задача про фишки, которая совпадала с одной из задач 11 класса. Вот, а 10 задача 10 класса, она совпадает с 10 задачей 9 класса. Остальные 5 баллов за что? Погодите. Это было бы странно, да? Две задачи одного класса, если бы так совпадали. 9.10. Ну, остальные баллы за оценку, очевидно. Да ведь? Что за бред? Что? Что? Дмитрий. С вами все в порядке? Что значит, что за бред? Пример стоит 2 балла. Оценка оставшиеся 5 баллов. Потому что, помимо того, чтобы показать, что 180 бывает, я тут еще немножко рассказывал про то, почему не бывает больше 180. И уж это, очевидно, посложнее, чем примерчик, да ведь? Это, конечно, никакой не бред. Если доказал, что вершин меньше 181, полное доказательство этого стоит 5 баллов по критерии. центральную точку почему нельзя взять? например, потому что точки не могут лежать на одной прямой. Потому что, по условию, любые 3 точки образуют треугольник с натуральными углами. А у вас точки, лежащие на одной прямой, просто не образуют треугольник. Да ведь? Поэтому ее брать нельзя. Вот. А, значит, 10 и 9 сейчас я убежусь на всякий случай, что это одна и та же задача, да ведь? Докажите, что существует натуральное число B, да? Да, одна и та же. Значит, докажите, сейчас я сформулирую, скажу, как сформулировано там, а потом мы, ну, переведем, что означает это условие, что существует натуральное B такое, что при любом N больше B существует B такое, что при N больше B сумма цифр, давайте S будем ее называть, числа N факториал не меньше, чем 10 в сотый. Ну вот, переформулировать можно так, что начиная с некоторого момента сумма цифр факториала, N факториал, да, N факториал это, а, кстати, прикольно, в условии даже не написано что такое N факториал, как бы, это немножко странно, это 1 на 2 на 3, и так далее, на N. Многие знают, и, скажем так, не зная, что такое факториал, реально приступать к решению этой задачи сложновато, вот, но, ну, наверное, зря, что не написали, ну, ладно. В общем, хотя бы 10 в сотый, то есть, очень большая. Понятно, что сами числа тоже огромные, конечно, да, но это же может быть число с кучей нулей, да, может, это 1 дофига нулей, двойка, еще очень много нулей, да, и в итоге сумма цифр будет маленькой. Более того, обратите внимание, что мне нужно доказать, что все числа, начиная с некоторого момента, такие. То есть, мне недостаточно просто сказать, что бывает так, что сумма цифр N факториал большая. надо именно доказать, что начиная с некоторого момента, она больше, чем 10 в сотый. 10 в сотый, это понятно, что просто число очень-очень большое. Функция суммы цифр возрастает монотонно, это не правда. Как минимум, потому что иногда вы умножаете на степень десятки. вот, поэтому возрастает она вряд ли. И даже то, что она не убывает, ну, сомнительно, скажем так, сомнительно. Может быть, это правда, но фиг докажешь. Вот, значит, когда я решал эту задачу, первая мысль, это, конечно, попытаться доказать, что в таком числе не может идти подряд слишком много нулей, да? На вопрос Давида, если доказал, что точек не больше 181, это по предыдущей задаче, ой, ну, вот смотрите, там написано так, из продвижения А или Б, там есть какие-то вот продвижения, да, нетрудно вывести более слабую оценку Н меньше или равно 181, за этот вывод дополнительные баллы не начисляются, то есть, скорее, не за оценку, что не больше, чем 181 в предыдущей задаче могли поставить баллы, а за то, что вы какие-то, как-то это получили, вот если вы это получили так, что ваши выводы можно использовать в исходном решении, вы можете за это получить какие-то дополнительные баллы. Вот. Вот я вам ответил. Так вот, да, первая мысль, конечно, доказать, что не может дофига нулей идти подряд в актериале. Понятно, что их очень много может быть на конце, но вот может где-то в серединке слишком много нулей подряд не бывает. и как-то я 2-3 минуты над этим подумал и забросил эту идею, потому что вообще непонятно, как это доказывать. Вот. Поэтому про это мы думать не будем. Зато, и тут мне немножко повезло, я последние года два очень люблю рассказывать на разных курсах такую задачу. Задача с Московской математической олимпиады 1998 года. Как будет видно из ее условия. И скажу задачу, потом расскажу ее решение, а потом мы поймем, почему наша задача очевидно решается не очень сложно, если знаешь ту задачу. Окей? То есть не сразу будет решение, сначала та задача, и ну немножко как бы получается да, вот те, кто знали ту задачу, они чуть-чуть выигрыши, но блин, понятно же, что задач слишком много, да? Максим, сказать можно, но вам не сильно это поможет. В общем, пусть есть натуральное число, которое делится на 1998. В задаче спрашивалось, может ли сумма цифр числа n n натуральная, конечно. Может ли сумма цифр числа n быть меньше, чем 27, я сформулирую так. Будем доказывать, что сумма цифр числа n хотя бы 27. Вот это, в общем, задача с Московской математической олимпиады 1998 года. Автор Алексей Яковлевич Канельбилл. Как решается эта задача? На самом деле решается она, ну, какое условие на n? Конечно, не делимость на 1998. Достаточно делимости на 999. То есть докажем, что если число делится на 999, то сумма цифр такого числа хотя бы 27. Вот это будем доказывать. 999. давайте как бы выведем признак делимости на 999. Как бы. Вообще, чем замечательно число 999? Оно прекрасно тем, что по модулю 999, можно я буду использовать сравнение по модулю, потому что, ну, блин, 10-5. 9-5 можно как бы знать, да, что такое сравнение по модулю. Кто не знает, всех отправляюсь смотреть простой стрим, который был год с копейками назад. И то есть в чем прикол этого свойства? Когда вы записываете признак делимости, признак равностаточности по модулю 9, он работает за счет разложения на степени десятки. Раскладываете число по степням десятки, говорите, что, ну, блин, степень десятки по модулю 9 то же самое, что единица. Вот. А в нашем случае мы разложим по степеням числа тысяча. Ну, потому что для 999 это слишком удобно. Если у меня есть какое-нибудь число, там, не знаю, 2 миллиона 147 тысяч 825, рандомное число взял, то мы его распишем так. 2 на 10 в шестой плюс 147. Я даже не 10 в шестой напишу, даже напишу 1000 в квадрате. Одно и то же, но все-таки. Плюс 147 на 1000 плюс 825. в чем прикол? Когда я говорю про делимость на 999, все вот эти степени числа 1000 просто сравнимы с единицей. и понятно, что я так могу сделать для любого числа. Да? Так вот, теперь рассуждения, которые докажут, что сумма цифр хотя бы 27. допустим, у меня есть контрпример. Пусть есть контрпример. Так, сейчас сильно в чате не спамим для того, чтобы думать, не отвлекаться. Не отвлекаться. То есть пусть существует число, которое делится на 999, но его сумма цифр меньше, чем 27. Ну, допустим, оно больше, чем трехзначное. Вообще, сразу скажу, что трехзначного или меньше значного числа, которое делится на 999 и сумму цифр меньше, чем 27, не бывает. Потому что вообще единственное число, которое не более, чем трехзначное и делится на 999, это само число 999. У него сумма цифр 27. Да? Поэтому если контрпример существует, то в нем больше цифр, чем 3. Оно хотя бы четырехзначное. Тогда это число мы можем разбить на тройки цифр. Ну, там, в конце получится какая-то неполная тройка цифр. Применить вот этот признак делимости, то есть разложить как вот это трехзначное число на 1, вот это трехзначное число на 1000, да? ЦБА плюс ФЕД на 1000 плюс и так далее. Ну, как я здесь делал. Сказать, что при делении на 999 1000 дает остаток 1. Одно и то же. значит, когда мы так заменили, то есть вместо числа такого взяли просто ЦБА плюс ФЕД плюс и так далее, число все еще делится на 999. Ну, правда, у него могла измениться сумма цифр. Если у этого числа сумма цифр это А плюс Б плюс С плюс Д плюс и так далее, то у нового числа, когда мы ну вот написали как я сейчас, да, конечно, сумма цифр могла измениться. Ведь я же собираюсь сложить эти числа. Но прикол в том, что она только уменьшиться могла. Ведь за счет того, что мы их складывали, ну, разве что могли произойти какие-то переходы через разряд, и тогда сумма цифр уменьшается. То есть у нового числа, который я записал, которому я перешел, вот таким вот образом, сумма цифр уменьшилась, ну, не увеличилась, да, правильнее сказать? Сумма цифр не увеличилась, но оно все еще делится на 999. То есть тогда мы получили контрпример, который точно меньше, как число, ну, потому что если оно было как минимум четырехзначное, значит мы как минимум один раз еще заменили на единицу. То есть само число уменьшилось, сумма цифр не увеличилась, а число все еще делится на 999. Получается, что мы так можем делать, 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 пока число хотя бы четырехзначное. Ну, само число не может до бесконечности уменьшаться, поэтому в какой-то момент мы дойдем до числа, которое менее, чем четырехзначное. Но у нас же не может быть трехзначного или меньше значного числа, которое делится на 999, и у которого сумма цифр меньше, чем 27. У нас есть только одно число, которое менее, чем четырехзначное, и которое делится на 999. 999, это само 999, а у него сумма цифр 27. То есть только к нему мы могли прийти, но тогда изначально сумма цифр должна была быть больше либо равна, чем 27. Потому что эта сумма цифр не увеличилась, только уменьшиться могла, и стала равна 27. Значит, до этого она была больше либо равна, чем 27. Давайте так, опрос чат. Понятно ли вот это лемма? Давайте поставим плюсик в чат, если вот это понятно. А я подожду немножко. ну давайте, давайте, ребят, там поактивнее, все дела, плюс-минус. Какой именно момент непонятен, Александра? То есть какой, ну я могу план повторить, да? Так вот, ребята, так, плюсики ставят, давайте план повторю еще разочек, если что, пересмотрите. Ну, условия понятны, да? Задачи. Хочу доказать, что если число делится на 999, то у него сумма цифр хотя бы 27. Идея такая, любое число можно разложить по степеням числа 1000. Вот как по степеням десятки, только по степеням числа 1000. То есть разбиваем на такие блоки из трех циферок и говорим 825, 147 тысяч, 2 на 1000 в квадрате и так далее. Если бы там было больше цифр, то больше бы записали. когда мы говорим про делимость на 999, 1000 сравнимо с единицей по модулю 999, поэтому это число сравнимо просто с суммой таких трехзначных чисел, которые я здесь и написал, да? Вот это, вот это, вот это. теперь, как это знание применить в задаче? Мы допускаем, что есть контрпример, то есть допустим, есть число, которое делится на 999, но у него сумма цифр меньше, чем 27. Понятно, что это число хотя бы четырехзначное, потому что трехзначное число, которое делится на 999, только одно, это само 999, и у него сумма цифр 27, то есть это явно не контрпример. Допустим, есть число, вот, которое делится на 999, но сумма цифр меньше, чем 27. Давайте для него проделаем такую замену, то есть заменим это число на сумму таких трехзначных чиселок. Оно все еще делится на 999, вот поэтому, да, потому что 1000 то же самое, что 1, но его сумма цифр могла только уменьшиться, потому что изначально сумма цифр была, ну, просто вот, вот, все-все цифры сложили, да, а когда мы заменили на такие трехзначные числа, в процессе сложения могли произойти переходы через разряд, от этого сумма цифр только уменьшается, да, да, ну, что мы получили, сейчас я отвечу на ваш комментарий, мы получили, что если у нас был какой-то контрпример, то мы можем контрпример заменить на меньшее число, которое также будет контрпримером, потому что когда мы вот так сложили трехзначные куски, само число очевидно уменьшилось, ну, если у нас до этого было 147 тысяч, теперь это просто 147, то есть точно уменьшилось, сумма цифр не увеличилась, значит, таким волшебным образом я получаю меньшее число, которое тоже является контрпримером, ну, так я могу делать, пока число хотя бы четырехзначное, и оно все время будет уменьшаться, ну, значит, мы дойдем рано или поздно до числа, которое не более чем трехзначное, у которого сумма цифр будет не больше, чем у исходного числа, такого просто не может быть, потому что единственное не более чем трехзначное число, которое делится на 999, это само 999, у него сумма цифр 27, значит, прийти к какому-то не более чем трехзначному числу, который делится на 999, и у которого сумма цифр меньше, чем 27, мы просто не могли, а это дает нам противоречие, отвечая на вопрос Ильи, у треугольников общая вписанная окружность, а вы решали, будто у вписанных окружностей общий только центр, и чё? А чё? то есть, если у них общая вписанная окружность, то у них типа не общий центр. То есть, мы пользовались частью условия в задаче. В задаче было сказано, это вот со вчерашнего дня задача, да, 10.5, я видел комментарий, не стал отвечать, тогда, ещё раз, если у двух треугольников одинаковая вписанная окружность, то и центр у них тоже одинаковый, правда ведь? этим мы и пользовались. Так, хорошо, что теперь понятно, потому что, если вы поняли решение этой задачи, то исходную задачу вы тоже по сути решили. Обратите внимание, что, ну вот, всё то же самое работает для числа из любого количества девяток. Вот вообще не важно, что их три, да? Ну, типа, у любого числа, которое делится, там, не знаю, на 9-9-9-9, сумма цифр хотя бы 9 на 5. Потому что доказательство ровно такое же. Нет, не получается там правильный шестиугольник. нет, не получается. Вот я взял произвольный треугольник и вот я через середину этой дуги провожу. Где он правильный? Можете глянуть официальное решение, он не обязательно правильный. все, по этой задаче 10-5 больше не комментирую. Ну вот, то есть понятно, да? Если для такого числа я хочу доказать задачу, я разбиваю просто не на блоке по три цифры, а на блоке по пять цифр. И все то же самое, да? Ну, так как бы что нам нужно сделать тогда? Давайте возьмем число, да, вот на таком клочке я сейчас решу исходную задачу. Давайте возьмем число, рассмотрим делимость на 9, 9, 9 и так далее, 9, где девяток 10 в соток. Да ведь? Ну, могу такое число взять. Почему начиная с некоторого момента факториалы будут делиться на такое число? Факториалы, да? Факториал будет делиться на такое число? Ну, например, потому что взять можно числа, начиная с этого, понятно, что если b равно этому числу, то при n большем b n факториал будет делиться на это прекрасное число. Да ведь? Оно просто будет среди множителей. Ну, все. А как бы мы с вами понимаем теперь, что сумма цифр числа, которая делится на вот это чудо, хотя бы 9 на количество этих девяток. Считаю с от n факториал, хотя бы 9 на 10 в сотой. Все. что если все решение доказательства признака детьми? в смысле, по сути, да, по сути, мы ровно это и делали. Или вы имеете в виду, что если написал только это и не доказал, как из этого следует задача, я могу посмотреть, есть ли это как отдельный критерий. Значит, если вот это лемма доказывается, да, лемма, что если число делится на число из кучи девяток, то его сумма цифр хотя бы 9 умножить на количество этих девяток. Вот это стоит 4 балла, это лемма. Вот, а если он использован без доказательства, то баллы не снимаются. Это тоже, конечно, прикол, ну, типа, блин, не знаю, как-то, как-то, ну, ладно, такие критерии. Понятные решения, ребят? Ну, чит, да, если знаешь эту задачу, то как-то вот задача-то решается довольно быстро. Ну, понятно, да, можно когда-то решить эту задачу, не вникнуть, не понять, что за прикол был в той задаче, вот, но если в ней разобраться, то, ну, вот, исходная задача тоже решается очень легко. Не знаю, ну, как бы, наверное, коллеги, кто составляли задачу, помнили про нее, но все-таки было давно, и понятно, что, ну, скажем так, у тех, кто занимается математикой, в принципе, должно быть преимущество, это нормально, да, то есть, как бы, это не то, что какой-то баян задача, да, ну, вот, то, что она, то, что существенно помогает знание этой задачи, ну, так бывает. Вот, в общем, как бы, занимайтесь математикой, и понятно, что вам будет проще решать задачи по математике. Это мы с вами разобрали целиком 10 класс. И с 9-го нам осталось, остается совсем немножко, по-моему, две задачи, если я все правильно понимаю, которые мы в ближайшие минут 20 разберем, и даже получится сегодня быстрее, чем вчера. так. Да, я, Тайр-заверей, с вами согласен. Немножко странно, что за это не снимают, но с другой стороны, блин, ну, может, действительно там проходили признак делимости, да, тогда будет странно за это снижать. Ну, такое, короче говоря, да, такое, спорный моментик, снижать или не снижать. Значит, смотрите, 9-6 разбирали, потому что эта задача совпадала с 11.6, поэтому начинаем с 9.7. Задача про доминошки. Петя разбил клетчатый квадрат от 100 на 100. Ну, не буду же я рисовать 100 на 100, да? Я же нарисую 8 на 8, и мне этого хватит. Значит, Петя разбил на доминошки. Клеччатые прямоугольники 1 на 2. В каждом домино соединил центры двух его клеток синим отрезком. Как-то разбили, вот, например, ее смесь, это доминошка, то он проводит вот такой синий отрезок. Вася хочет разбить этот же квадрат на домино вторым способом, и в каждом своем домино соединить две клетки красным отрезком. Вася хочет добиться того, чтобы из каждой клетки можно было пройти в любую другую по синим и красным отрезкам. Обязательно ли у него будет возможность это сделать? Но вот эта фраза «обязательно ли» можно воспринимать так, что Петя хочет, чтобы у Васи не получилось, он выбирает, как он разбивает на доминошке, и вопрос, соответственно, правда ли, что как бы Петя не старался, Вася все-таки сможет по-своему разбить на доминошке, чтобы можно было от любой до любой дойти. Вот про что эта задача. Хорошо, Дмитрий, что все поняли. Это хорошо. Сейчас, Андрей, про... А, да, я ничего не сказал про сложность 10 класса, кстати. Что-то так получилось. Не знаю, мне кажется, 10 класс из всех трех классов самый простой, даже вот не относительно классов, да, в принципе, в принципе. Вот, и поэтому, ну вот, как бы, кажется, что проходной может быть большим, что может быть спокойно 56. Вполне может оказаться, что в 10 классе нужно будет для прохода решать 8 задач. Может, даже с копейками. Ну, то есть, вчера пятая задача была не гробом, но четвертая была такой, да, как бы, не халявой, но пятая зато была довольно простой. Сегодня, ну, да, последняя задача непростая, но задачи до этого более чем решаемы. Вот, поэтому, ну, вот, вполне может оказаться, что в 10 классе будет самый большой проходной балл. По крайней мере, я бы на это поставил. Вот, ладно, возвращаемся сюда, к 9-7. Ну, ммм, ммм, так минимум неочевиден ответ в этой задаче, конечно, да. Давайте попытаемся, да, что-нибудь понять в этой задаче. Вообще, когда я только начинал ее решать, в итоге это не будет нужно для решения, но как-то начинаешь сразу думать про какие-то графы здесь, да, не знаю, кто как, но можно же клетки воспринимать как вершины, да, что у вас есть 100 квадрат вершин, да, и, типа, мы соединяем две вершины ребро, да, то есть, в одном случае у нас получается 100 квадрат пополам ребер, и в другом случае 100 квадрат пополам ребер. В сумме как раз 100 квадрат. Вот, ну и там, типа, понятно же, что в графе с n вершинами, он может быть связанным, если в нем хотя бы n минус одно ребро, а когда в нем n, но у нас не так много свободы. Вот, на самом деле, если еще чуть-чуть покопаться глубже, да, то можно понять, что просто в асе нельзя, чтобы в этом графе был цикл. Допустим, в этом графе получился какой-то цикл, допустим, такой, да, все очень плохо, потому что этот цикл, он больше ни с чем связан быть не может, ведь на самом деле у каждой вершины степень 2 будет, правильно? В частности, это означает, что Васины и Петины доминошки не могут совпадать и не должно образовываться циклов. И получается, что если мы берем какой-то Петин пример, ну вот мы его сами сейчас подберем, да, то у Васи все довольно, скажем так, однозначно. То есть у него свободы не очень много. и вот какой пример я приведу за Петю. То есть мой ответ Вася не всегда может добиться желаемого. Например, давайте за Петю так соединим, так проведем доминошки. Ну, я буду рисовать отрезки Петины, да, соединять Петины, ну, то есть синим цветом, да, Петя же синим соединяет. В общем, вот такие доминошки. Рассмотрим. Ну, у меня доска 8х8, в общем, смотрите, до последнего квадратика 2х2 вертикальные, а в конце горизонтальные. Вообще, конечно, надо еще объяснить, почему такое разбиение на доминошке существует, но это в данном случае очевидно, да, потому что можно все оставшиеся доминошки какими угодно сделать. Например, все горизонтальные. Поэтому очевидно, так можно сделать. Теперь давайте думать за Васю. А что ему вообще делать? Вот ему надо покрыть эту клетку. Если он вертикально их, ну, также положит доминошку, то эту пару клеток больше ни с чем он не соединит. Поэтому так нельзя. То горизонтально. Аналогично смотрим теперь на эту клетку. Опять же, вертикально нельзя, потому что тогда эту пару клеток ни с чем мы не соединим, только горизонтально. Значит, до вот этой пары клеток он обязан проводить горизонтальные отрезки. Ладно. А здесь что делать? А здесь уже наоборот. Если он проведет горизонтальный отрезок, то эту пару клеток Вася ни с чем не соединит. Значит, он обязан в ней вертикальный отрезок провести. Но тогда эту клетку вообще никак по-другому не покрыть, кроме как вертикальной доминошки. Ну и значит, вот эти клетки ни с чем не соединены. Все. Задача закончилась. Как придумать это решение? не знаю, рассмотреть доску 4х4. Потому что, если честно, та же самая конструкция для доски 4х4 уже сработает. Вот. Поэтому, реально, для доски 4х4 можно чуть ли не перебрать все способы. Вот. Поэтому, ну вот, например, так. Маленькие числа, конечно, очень полезно рассматривать. Ну, царь зверей зависит от того, как именно вы его доказали. То есть, смотрите, важный момент, что в этой задаче вам надо еще как-то объяснить, почему все остальное разбивается на доминошки. То есть, если у вас какой-то реально сложный пример, в нем может быть не очевидно, почему все остальное реально разбивается на доминошки у Пети. Вот. поэтому, ну, непонятно. На вопрос Юстаса, какие критерии, сейчас скажу, есть там что-то или нету интересненькое. Так, комментарий. Полная верная конструкция оценивается в 3 балла, при наличии только локального верного разбиения ставится 2 балла вместо 3, доказательство 4 балла. Ну, ну, короче, много там критерии. Вот. И понятно, что очень многое зависит реально от того, как вот вы описали ваш контрпример и как вы доказали, что он работает. На полный балл то, что вы пишете, да, если очевидно, что можно достроить, но это явно не сделано, вряд ли, ну, там может 5 баллов из 7 поставят. Ну, царь зверей, хорошо, если очевидно, и хорошо, если вы все объяснили. Восьмая задача в одиннадцатом классе или девятая в десятом, еще была десятая в восьмом классе. Ну, я вроде это до этого, значит, разбирал, то есть мы же начали сначала с одиннадцатого класса, и, соответственно, уже эти задачи разобрали. Вот, поэтому, если здесь все понятно, то нам получается осталась последняя задача, и это геометрия. 9, 8 нам осталась последняя задача, геометрия, ну, причем такая, не очень сложная. хотя все равно мне кажется сложнее, чем в десятом классе, но они и номера разные имели. В общем, задача в трапеции А, Б, С, Д, диагональ Б, Д равна основанию А, Д, в общем, вот такой вот примерно треугольник, да, чтобы у него были равны вот эти углы, А, Д, и это Б, точка С, она получается, ну, вот где-то здесь лежит, наверное, вот тут точку С отметил, чтобы не казалось, что она равнобедгана, это трапец. Так, диагонали пересекаются в точке Е, замечательно, точка Р на отрезке А, Д выбрано так, что Е, Ф параллельно С, Д. Ну, похоже, да, вроде? Е, Ф параллельно С, Д. И А, Д по условию равняется Б, Д. Да? А, Д равно Б, Д. Ну, то, что трапеция, писать не буду. Докажите, что БЕ равно ДФ. БЕ равно ДФ. Вот эти отрезочки равны, оказывается. этот и вот этот. Вот. Ну, Максим Олегович понятная задача тоже решал. У нас немножко разные решения получились. По-моему, он через Б проводил параллельно, параллельно С, Д. Вот. А я делал так. Соответственно, я попробую свое решение именно рассказать. Вот, через Е давайте проведем Е, К, параллельно ФД. Почему мне захотелось сделать это до построения? Ну, смотрите, во-первых, так как Е, Ф параллельно С, Д у нас получится параллограммчик, и это клево, а еще у меня ФД, понятно, будет равно Е, К, и значит, я как бы приблизил эти два отрезка. их поближе нарисовал, и это круто. Какая мысль. Вот. Я из этих соображений делал доп. построение, но, правда, мы не будем доказывать равнобедренность треугольника БКЕ, мы, ну, там, через углы, да, как-то, мы будем действовать по-другому. Мы, в общем, будем ну, подобия какие-то писать, отношения. Так, что там? Чё, 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 у кого-то уже 9, проход больше 60, 11 класс, чё? Куда я могу сказать, какой сейчас проход? Работы не проверены. Вы, 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 куда? Куда? Куда спешите? Работы еще не видели? Есть какие-то прогнозы? Ну, я примерно говорил, да, что в 11 классе, ну, кажется, там, 52 вполне может быть. В 10 классе, наверное, побольше. короче, значит, возвращаемся сюда, к этой задаче. Вот я хочу доказать, что BE равно EK. Давайте что-нибудь попробуем пописать, да? Ну, наверное, есть смысл записать отношения EK и BC, да? Как минимум. Наверное, есть такой смысл. Что такое EK к BC? Ну, в общем, это то же самое, что DB к DE, да? DB к DE из подобия DBC и DEK. Ну, а треугольники эти подобны, потому что мы в одном углу проводим параллельные прямые. По углам почему угодно. Значит, EK к BC равно BD к DE. Почему именно так, тоже понятно, потому что, ну, я же вот это BD могу теперь перекинуть сюда, как AD. Да? BD это то же самое, что AD к DE. Так. AD к DE. А теперь давайте посмотрим на подобие треугольников ADE и CBE. Ну, они подобны, как вот стандартно, да, в трапеции, проли, диагонали. Эти два треугольника подобны по углам почему угодно. AD к DE, вот это AD к DE, получается, в подобном треугольнике это будет BC. Сейчас, AD, дайте проверим. Я так вообще написал. Ну, давай так. E, как, BC. А, нет, погодите, здесь я не так написал, да? Перевернуть надо. здесь, E, как BC, да, E, K, у меня меньше, да, B, D, D, E. как BC, D, так, секунду, стоять, D, E, B, D, D, B, D, вот так, вот так, D, E, B, D, меньше, к большему, меньше, к большему, все нормально. Теперь говорим, D, E, B, D заменяем на AD, а теперь у меня D, E, AD, из подобия вот этих треугольников, вот у меня есть ADE, в котором это две стороны, ну и точно такой же треугольник E, BC, в котором тоже есть две этих стороны, тогда это будет BE к BC, BE к BC. О, смотрите, какое равенство мы доказали, вот это, оказывается, равно вот этому. Делим мы на одно и то же BC, следовательно, E, K, равно BE. Все, задача решена. Вот. Например, так. Понятно, что равные дополнительные построения, там, с проведением чего-нибудь дополнительно параллельного могут сработать, да, как я уже говорил, через B можно параллельно провести, параллельно, ну вот, параллельно, видимо, CD, еще, наверное, как-то можно сделать, ну, например, вот так. Вот, собственно, это мы разобрали, все сдачи девятого класса. Ну, и надо сказать, что девятый класс, как мне кажется, был ничуть не простым. вспоминайте, да, что, ну, ладно, второй день попроще немножко, да, во втором дне у нас получается, что было? Первая нормальная задача, да, хотя тоже для девятого класса, может быть, просто, ну, смотришь и страшно. Перебор вот с точки зрения, блин, это же маленькие дети, девятый класс, вы что пугаете такими страшными условиями, да? Седьмая задача про доминошки, ну, фиг знает, ну, мне не показалась она супер халявной, да? Вот. Восьмая задача, ну, норм, да? Девятая задача, ну, для девятой задачи точно не перебор по сложности. Точно не перебор, это нормально. Вот. Десятая задача, ну, гробешник. Ну, гробена. Вот. Наверное, в среднем так вот чуть попроще, второй день в девятом классе был, но еще вспоминаем, что первый день-то был тоже диким. Вот. Поэтому я думаю, что в девятом классе, ну, наверное, проходной будет пониже. Вполне возможно, что семи задач будет хватать для прохода, а может быть, даже там 46 баллов. То есть, 7 минус эпсилон. Ну, это мой прогноз, который может никак не соотноситься с реальностью. Вот. Можно было через замену точки F на F-штрих. Ну, наверное, можно было, да. То есть, понятно, что все решения здесь, ну, все возможные подходы не могу рассмотреть. Вот. Будут, да, будут разбор после проведения закла физтеха. Ну, завтра ОМО, сначала мы, наверное, ОМО разберем, физтех, ну, надеюсь, что тоже успеем разобрать. Вот. Когда будут официальные решения, ну, они уже есть, их рассылают как минимум всем проверяющим, да, поэтому они есть. Писал Ре первый раз. Ну, Арсений, вы это делали в девятом классе, вот, девятый класс реально был довольно сложный, так что, ну, ладно, у вас еще будет много возможностей впереди. вот, в первой задаче девятого класса, ну, посмотрите задачу, да, я ее разбирал первый здесь, сейчас, когда я закончу стрим, вы можете посмотреть начало. Вот, все, господа, на этом наш разбор закончился, в общем, кто в менее чем одиннадцатом классе занимайтесь олимпиадами дальше, можно заниматься олимпиадами вместе с нами, мы проводили в этом году уже третий раз сборы перед региональным этапом, как минимум в них поучаствовать очень полезно. Вот, в этом году 350 участников у нас было. Я выкладывать официальные решения не буду. Но они у меня есть. Вот. Ну хорошо, Илья, ну не согласны и не согласны, ну а я с вами не согласен, ну давайте я вот вас на всякий случай забаню. Не знаю. Ладно, не буду я банить вас. Отменить. Ладно, ладно, живите. Что ж я, злой что ли? Нет, нет, вы можете быть со мной не согласны, но я никак вас за это не буду хейтить. Все, спасибо вам большое за внимание, в общем, живите дальше и ботайте олимпиадки. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok